Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию по вашей просьбе связать сегодня нимфу Так она и называется Принц-нимф По вашей просьбе я постараюсь ее изготовить так, чтобы вы смогли повторить Но учитывая то, что я не люблю повторяться мы немножечко будем изготавливать по-своему Но не отступая от основных канонов Ключок я взял Камасан в серии 400 Номер я взял 16 Изначально для того, чтобы ловить определенную рыбу И эта нимфа может изготавливаться как огруженной, так и не огруженной В данный вариант я изготавливаю огруженной И нам понадобится с вами всевозможные вот такие разные биоты черного, коричневого или же любого другого цвета какой вы только сможете для себя найти из них мы будем изготавливать эту нимфу Давайте теперь приступим Для того, чтобы у нас хорошо наши биоты были разведены нам необходимо здесь у загиба изготовить небольшое уплотнение так как вы меня уже просили я вам это и буду теперь показывать мы наматываем небольшой вот такой придерживая ноготочком нашу нитку шарик вот у нас вышел вот такой шарик теперь я беру можно сразу кто умеет можно нет по длине значит вымеряю длину своего биота хвостовых придатков церки как их называют у нимфы она равна длине крючка прикладываю здесь с расчетом того что нить моя уведет и парочкой оборотов подхватываю смотрю как будет находиться мне не нравится убрали опять поставили опять подтянули посмотрели приблизительно вот так значит наши придатки хвостовые должны находиться по бокам и в сторону прикладываем вторую естественно вымеря по длине и так же уже легче ее не уведет начинаем подравнивать приблизительно должен выйти у нас вот такой хвостик достаточно длинный но и в то же время он должен быть соизмерим с нашей нимфой теперь прихватываем весь материал и немножечко подровняем тело я остатки наших биотов не отрезал а просто примотал вдоль тела теперь так как учитывая что тело нам необходимо изготовить объемное поэтому зачем лишний раз наматывать нитка если можно хорошо подхватить материал немножечко добавим клея так как последующие элементы у нас должны крепиться довольно таки крепко и теперь беру как всегда вот такой кусочек люрекса достаточно плотного можно использовать проволоку можно использовать любой практически леску любой материал которым мы будем с вами дополнительно укреплять перо павлина подготовим пару бородок можно три можно четыре посмотрите по величине своего тела также закрепим материал по всей длине подхватили нить перевожу там где закрепили хвостик теперь я беру все наши перышки и начинаем с вами армировать то есть проматываем вокруг нашей нитки это дополнительно сможет укрепить еще наше перо и теперь самое основное я обычно всегда для того чтобы не было лишних потом проблем и мушка служила значительно дольше я все равно немножечко на цевьё наношу клей и удерживая вот так уже накрученную заармированное нами перо и нить начинаем выполнять обмотку аккуратненько следим за тем чтобы не было нагромождения материала так как ред так почти один к одному формируем наше тело где больше где меньше стараемся сделать его красивым коническим доходим приблизительно до окончания нашего свинца как вы видите длинные пера мне вполне достаточно хватило если по каким либо причинам у вас допустим будет несколько другой крючок то можно добавить еще сюда перья вот у нас должно выйти вот такое коническое тело и теперь промотаем люрексом подготовим перо для того чтобы изготовить бородки зачатки наших лапок вот я вам покажу такое перышко не совсем годится так как видите здесь оно мягкое здесь более жесткое но и в то же время имеет не совсем качественное перо поэтому можно если у вас нет такого хорошего пера вот с кончика выбрать то количество перышек которое необходимо и изготовить здесь бородки вот мы друзья с вами изготовили бородки вот такие зачатки наших лапок задатки и теперь я взял парочку вот таких биотов которые флоресцентно такого желтого цвета если у вас таких нет можно взять любое любое которое будет отличаться от нашего изначального цвета белого коричневого и нам теперь необходимо вымереть длину длина должна равняться до загиба или же слегка слегка заходить за загиб но не больше укладываем сверху удерживаем первый подхватываем подтянули посмотрели как располагается меня устраивает берем второй биот пока ничего не затягиваем даем возможность выровнять и подровнять наши биоты так чтобы они у нас находились сверху значит приблизительно вот так должны они выглядеть можно изготовить несколько и покороче то есть вы посмотрите по длине своего крючка цевья и всего всего биотов приблизительно вот так они должны находиться на спине ну и теперь давайте их закрепим остатки отрежем и изготовим окончательно головку вот друзья мы мы сделали завершающий узел совсем немножечко нанесли еще конечно необходимо будет на головку еще нанести и как вы видите вот такая нимфа примц нимф готова к работе честно скажу я стараюсь сильно не усложнять для своей рыбалки нимфы поэтому на нее я крайне крайне редко могу сказать только лишь одно учитывая то что она изготовлена из павлина очень хорошо работает по красноперке в наших краях благодарю вас за внимание до скорых встреч